Рад уйти, меня зовут Алексей, мы распакуем новую GoPro 11 в комплектации для блогеров, логеров, ну короче, для людей, которые там вот так ходят, как эти, как малахольные, вот так снимают, что-то рассказывают. Я позже в видео покажу качество картинки, необработанное, чтобы вы могли увидеть сами для себя. Смотрите, камера пришла в коробке, и внутри коробки, ну то есть была вот такая упаковка. Смотрю, вас ее откроем. Здесь, я так понимаю, память у нас лежит, память они стали давать, ну якобы бесплатно. Вот, видали, тут вот 32 у нас. Ну писали, что за низы ничего не берут. Вообще, кстати, память так подешевела настолько сильно, что вот у нас сейчас на Амазоне за 6-7 долларов можно купить вот 32 гигабайта, причем из них там, наверное, 4 доставка. То есть сама память стоит доллар или вообще ничего не стоит. Вот, память памятью. Значит, у нас, смотрите, вот такая вот есть, значит, упаковка. Что у нас тут в упаковке? Сразу здесь вот, видите, нарисовано. Здесь будет ручка, здесь будет микрофончик с шумоподавлением, вот, и небольшой свет. Но это, я думаю, этого света хватит вот только, чтобы, ну вот, вблизи кого-то снимать. Вот, я думаю, бумага нам не нужна. Вот, я ее могу разорвать. Вот так, по-варварски. Мне нравится, что здесь есть такой чехол, то есть очень удобно вот это все будет с собой брать. Потому что, если кто помнит, раньше был прошлый в каких-то убогих пластмассовых этих упаковках. Ну, что у нас внутри? Давайте посмотрим. Значит, у нас есть инструкция по применению. Вот, значит, я не думаю, что ее кто-то будет читать, смотреть. Макулатура, короче, не нужна. В этом плане мне Apple нравится, что они один вкладыш дают, и все, и наклейки. Так, ну вот, смотрите. У нас, значит, здесь вот она сама GoPro. Вот она, увесистая, я вам скажу, увесистая GoPro. Она вся такая вот сейчас закрыта. К ней вот это вот крепление блогерское, я так понимаю, чтобы, вот смотрите, вот здесь микрофон. Я не знаю, насколько он хороший. Мы завтра будем проверять качество звука. Вот. Корпус. Вот, значит. Ручка. Вот. Причем, значит, я когда смотрел рекламу, я думал, что это стабилизаторы они продают. Ну, нет, это дело в том, что это просто ручка, чтобы держать. Здесь есть кнопки. Ну, это все родное, получается. Видите, написано GoPro. И внутри этой камеры, новое, 11-го поколения, очень сильная стабилизация. Ну, стабилизация, получается, уже программная, да. То есть, там, грубо говоря, можно зафиксировать горизонт и камеру прямо так на 360 градусов поворачивать. И она будет, это самое, как его, ну, стабильно держать. Так. Ну, смотрите, я так понимаю, что это у нас свет. Вот. Ну, да. Вот это для ночи кнопочка, как его включать. Питаться, я так понимаю, он будет от батарейки камеры. Вот. Это у нас батарейка. Они говорят, GoPro говорит, что вот эта батарейка, она намного дольше держит заряд, чем все остальные. И на морозе тоже работает. Я замечал, знаете, когда, например, на лыжах едешь, на GoPro, пункт, и все, и батарейка села, все выключилось. Но вот будем тестировать, чувствую батарейку. Батарейка тоже по весу больше. Ну, тут у нас, что, крепления стандартные, шнуры. Вот. USB Type-C. Ну, здесь тоже Type-C. И два шнура, не дали. Вот. Крепешки маломальские. Ну, хоть стали не жлобиться, класть. И этот какой. И вот у нас шумоподавитель на микрофон. Его надо одевать. Особенно, если, знаете, вы там, типа, на океане, может быть, если где-то снимаете, или где ветер. Было бы, наверное, неплохо инструкцию почитать. Ну, вот так вот, да, наверное. Ну, как-то, да, вот. Такое уже, прям, профессиональные дела. Так, теперь, смотрите, меня интересовало следующее. У меня есть шестая GoPro. У меня есть девятая GoPro. Вот, например, девятая по сравнению с шестой. Ну, прям, смотрите, вот, отличается. Причем, смотрите, она кажется как будто бы светлее. Тут еще вот есть пыль с Burning Man. Там на Burning Man такая пыль, что не самая, как бы, ну, ее сложно просто оттереть. Вот эта тоже вся была в пыли, но я ее выставляю на продажу, поэтому ее оттерли. Эта камера тоже была в пыли. Вот. И мне сейчас интересно сравнить одиннадцатую. Насколько одиннадцатая, насколько сильно одиннадцатая отличается от девятой. Так, чуть-чуть плохо отклеивается как-то. Короче, вот так, оставим. Да, косяк. Смотрите. Еле-еле душа в теле, или на руки просто такие. Так. Ну что. Мне кажется, что вот, например, один в один, вот только надписи, да, то есть корпус вообще одинаковый. Размер экрана один в один. Вот. Ширина один в один. Да, то есть они полностью одинаковые, на мой взгляд. Они полностью одинаковые, на мой взгляд. Сейчас по весу проверим. Вес одинаковый. Теперь еще я у одного блогера американского, который обзор камер делает, подсмотрел такую фишку. Надо как бы понюхать. То есть у камеры, чтобы понять, ну-то оно или нет. Ну, еще как правильно, ну, типа, ну, и так аккуратно, что-то вам хорошо. Ну, я так, постаренько, как за них я буханул. Ну, такой. Ну, ничего. Как бы. Одиннадцатая лучше пахнет, чем девятая. Ну, на мой, как бы это субъективно уже вы должны понимать. Вот. И, кроме шуток, что меня волновало на самом деле? Меня волновало на самом деле, подойдет ли батарейка от девятой в одиннадцатую. То есть мы сейчас вот так вот открываем одиннадцатую, открываем девятую и смотрим. Это как бы важный момент для меня, потому что у меня есть экстра батарейки. Так. И. Да. Вот все, заработало. То есть батарейки от девятой подходят в одиннадцатую. С кайфом, что называется. Вот она сейчас загружает. Там тут English. Ну-ка, интересно. Какие у нас тут языки? Португийский. Русский. Словенска. Вот. Почему-то мову они не поставили. Я буду жаловаться, кстати. Буду писать. Но я у меня, я так как живу в Америке, я на английском все делаю. Мне удобней. Вот. Хотя я русский тоже хорошо знаю. Видно, я тоже хорошо знаю. Я русский знаю лучше, чем английский. Но все равно у меня на английском языке все эти дела. Вот. Сейчас мы выйдем на улицу. Снимем на улице кадры без какой-либо обработки. Я похожу, поснимаю на улицу, поснимаю себя, поговорю. Что хочу сказать. Вообще, когда выходят вот эти вот новые камеры. Ну, смотри, девятую я продаю. Уже, вернее, продал. Мы ее сейчас отошлем. Вот. Когда выходят новые модели, оно меня как бы с одной стороны радует, с другой стороны в грусть. Я в грусть и печаль падаю. Смотрите. GoPro выпускает камеры раз в год. Осенью, сентябрь, октябрь, а в основном в сентябре. Вот смотрите. Вот это вот шестая GoPro. Это не первая моя GoPro. То есть, у меня были... У меня была четвертая и вторая GoPro у меня была. То есть, это вот шестая я купил. Думаю, о, какая классная. Все, после шестой купил девятую. После девятой я купил одиннадцатую. То есть, это уже как минимум, да, там, пять или больше лет прошло. Ну, с того момента, как я вот пользуюсь GoPro и блогерствую. Что хочу сказать. Когда я купил вот эту камеру и решил снимать влоги. И, может быть, на моем основном канале вы видели, я рубрику вел NY Vlogs. Просто я ходил по городу, рассказывал свои мысли. Они, кстати, эти видео набирали там много просландов. Меня удивляло. Ну, как так? Вот мы когда снимаем какой-то сюжет, звук, там, музыку, репортажи. Там что-то нифига. Вот просто так идешь. Му-му-му-хрю. Вот посмотрите, американцев. Много. То есть, ну, люди любят, когда с ними так вот разговариваешь. Не хватает, знаете, общения. Так вот, когда я снимал вот на эту камеру, на шестую, то есть, тут стабилизации практически нет никакой. Соответственно, я использовал гимбл. Когда я купил гимбл и, значит, поставил гимбл, стабилизатор, да, то есть, сама камера снимала звук мотора гимбла. То есть, ты идешь, ну, ты же как бы, ну, типа, все шатается. Камера, типа, гимбл ее выравнивает. Слышен звук. О-о-о, моторы. Блин, что делать? Надо звук писать отдельно. Соответственно, я там давай в наушник, в наушник, в телефон или отдельный микрофон. Ну, было неудобно. В девятой они уже придумали там, типа, что экран видно было уже хоть как-то. Сейчас они вообще придумали комплект. Ну, вот смотрите, тут вот. И этот, как его. И микрофон. И вот здесь вот куда-то тут вот сейчас. Во. И вот тут вот так вот, короче, крепится этот, как его. Ну, свет, короче, дополнительный. Уже все, что, уже ручка вот сюда там прикручивает. Все, ты уже идешь. Соответственно, ничего не... Уже все стабилизируется. Проблема только заключается. Конкретно в моем случае. Что я уже постарел, полысел. Темы, которые я хотел вот от души рассказать все и запечатлеть. Я рассказал и запечатлил. Творчество у старых людей падает. Вообще, к 50 годам творчества не будет вообще никакого. То есть, будет полный ночь. Сейчас еще что-то где-то шевелится. Плюс люди мне пишут там теплые комментарии. Алексей, пожалуйста, продолжай снимать. Вот. И я говорю, все пришло. Техника пришла уже. Вот все. Тут вот 500 долларов там она сколько стоила. Я сейчас бумажку выкинул. Вот весь набор со всеми делами. С батарейкой, которая долго служит. С микрофоном. Вот просто ходи и снимай. И музыки на YouTube. Это royalty free бесплатный. Какую хочешь, делай. А все уже как бы все. Мы постарели. Я смотрю на своих как бы. Ну, не то что с Верстникова. С теми людьми, кто столько же, сколько я снимает на YouTube. Все тоже уже там популярность. А нет. Все смотрят каких-то там, я не знаю, Моргенштернов там. Ну, вот этих вот всех. Только-то там все на лбу татуировки делают. Там с ними балдеют. А они повестку дня сдают. И вот до нас вот как бы это все дошло. Технологии и все дела. Бери, снимай, кайфуй. Качественная картинка, как в кино. А уже вот ушла эта фигня. А тут, кстати, я еще пока с вами разговариваю. Так, понимаешь, можно еще вот так вот ее использовать как ручку или ножку. Но я инструкцию почитаю. Короче, как она тут раскрывается. Вот так, что еще не может. Вот. И еще что-то есть. Ну, короче, все вот все удобства они учли. Вот. Ну, так что такие дела. В общем, сейчас мы переходим к обзору картинки. Вот. Если вам все понравилось, вы кайфанули. Кстати, вот. Если вам все понравилось, вы кайфанули. То есть, запятая, мне GoPro не платила за это обзор. Мне вообще никогда никто не платит ни за какие обзоры. И я никем не спонсируюсь. Я все делаю от себя, от души, чтобы просто вам показать, вот как оно есть. То есть, вот. Поэтому, если вам все понравится, можете себе покупать. Если не понравится, ну, не покупайте, как бы. Это дело ваше. Ну, все. За сим откланиваюсь. И не забудьте перейти на мой основной канал. Поставить там лайки, комменты, подписать. Пообщаться со мной там. Ну, что, дорогишки, всем привет. Кстати, сейчас хотел бы вам еще раз показать дом, где живет тетя, которая нашла мой бумажник. Он вот здесь. Ну, естественно, когда я выхожу что-либо снимать, вот, плохая погода. Сейчас немножко капает дождь. Поэтому, опять же, в плане качества картинки сложновато будет определить, хорошо или нет. Но скоро все изменится, в том плане, что скоро я поеду во Флориду, в Майами. Там всегда солнечно. Вот. Должно быть, как бы, классно. Значит, что у нас по камере. Я сейчас иду и записываю в режиме, где у меня зафиксирован горизонт. Вот. Соответственно, меня наталкивает на мысль, что, значит, компании, которые делают гимбалы, компании, которые делают гимбалы, они просто очень плачут с тем, с этой функцией новой в 11-й GoPro. Потому что, ну, как понимаю я, что гимбал теперь абсолютно не нужен. Ну, потому что он, как бы, опять деньги стоит, его нужно заряжать. И если сама GoPro аппаратно, значит, аппаратно это все делает, то гимбал нафиг не нужен. А по поводу, значит, света на камере вспышки. Я думал, что оно будет питаться от самой GoPro. Внутри нее, это самое, как его, внутри вспышки, своя батарейка. Вот я сейчас, давайте ее включу. Вот, видите, она, как бы, дает свет. Сейчас, может быть, не сильно видно будет. Тут несколько режимов. Вот еще светлее можно делать. Вот. Я думаю, что в темноте будет самое то. Вот сейчас еще светлее стало. Вот. Но мы выключим ее, потому что прям глаза слепит. Вот. Ну, что я вам могу сказать? В плане влогинга, милое дело. Вот что-то мусор здесь стоит, шевелит. А, это, короче, мусора, которые выписывают штраф за мусор. Видите, вот сейчас мусор лежит. Вот. И, видимо, неправильно выкинули. То есть у нас дело в том, что мусор выкидывается по определенным дням. Там пластик отдельно, пищевые отходы отдельно, что-то еще отдельно. Вот. И, видимо, что-то выкинули здесь неправильно. Вот. И стоит специальный мусорок, который отвечает за мусор. Вот. И выписывает штрафы. Штраф выписывается хозяину здания. Там дальше они распределят. Вот. Значит. Как я и говорил в начале видео, я не буду никак обрабатывать видео, никакие фильтры не ставить. Вот. Чтобы вы понимали, что идет у нас из самой камеры сырое. Потому что сейчас любые, ну, как бы, кадры можно накрасить. Но единственное, опять же, обращу ваше внимание, у нас сейчас паспорт. Вот еще один прикол я заметил, что, смотрите, у меня сейчас экран выключается. То есть мне надо будет в настройках поставить, чтобы он не выключался, чтобы я себя видел. И вот с другой стороны камеры, я когда тыкаю, у меня все включается. А на передний экранчик он не sensitive. То есть я вот на него, ну, как бы тыкаю, и ничего не происходит. Вот. Набрает они сейчас шумно, как обычно. Вот мне интересно. Значит. Ну, вот мне интересно, как микрофон справляется с шумами, насколько хорошо все слышно. Вот сейчас я вам хотел показать нашу предпоследнюю работу. Набрает они. Кому-то, если интересно, наружная реклама, обращайтесь. Мы к магазину к самому не имеем никакого отношения, мы только имеем отношение к дизайну. Вообще, вообще сейчас в Нью-Йорке очень много закрытых, очень много закрытых бизнесов с ковидом никак не может восстановиться. Ну, в том плане, что большинство всего ушло в онлайн. Что открывается, это вот в основном смокшапы, там по продаже всяких вейпов, марихуаны, CBD. Кто-то с лицензией работает, кто-то без лицензии. Вот. Ну, то такое, как бы. Вот. Мне очень нравится стабилизация. Смотрите, у меня сейчас горизонт, а как бы зафиксировано. Я сейчас камеру буду вращать на 90 градусов. Что, она интереса мне дает? Вот. Вот сейчас я камерой шатаю. Петрова у нас. На меня смотрят, как на Далбича. Ну, знаете, обычно, когда люди идут с камеры, сами себя снимают, народ, как бы, уже привык к блогерам, ко всем этим делам, он все равно диковатый. А-а-а, что происходит? Вот. Ну, собственно, я думаю, хватит меня. Давайте я вам еще покажу, как бы, покажу, как город у нас выглядит. Вот. Грязновато. Я вам скажу, что в общей сложности я еще не смотрел видео, но вот сама ручка, которую я держу, она пластмассовая, то есть у меня руки не мерзнут. Обычно мы, когда выходим что-то снимать, микрофон, у меня в руках в сосульку превращается. Вот. Она не тяжелая, даже со всеми набалдажниками, там, с микрофоном, с этой самой вспышкой, да, то есть со светом. Вообще не тяжелая, и все, как бы, на мой взгляд, пока стабильно. Вы знаете, я еще не переехал во Флориду, у меня это пару недель осталось, но я уже не скучаю по Нью-Йорку, то есть я уже на самом деле хочу. Надоел холод, надоел холод, надоела грязь. Тут не Нью-Йорк виноват, это как бы люди же грязь кидают. И кот мурый сидит. То есть у меня к самому Нью-Йорку, в принципе, претензий никаких нет, мне просто с чушками надоело жить в чушином районе. Вот. И мне надоело мерзнуть. Охота к пальмам. Вот. Ну вот так вот. Я надеюсь, вам все показал. Давайте сейчас еще круговое такое движение сделаем, и посмотрим, как оно все будет выглядеть. Вот это взяла. Я тебя подложу. Ну вот, за Сима откланиваюсь. В общем, делайте выводы сами, нравится, не нравится. Но прошу учитывать, что сейчас не солнечно. Вот в пасмурной погоде камерка у нас дает вот такие вот, короче, дела. И вот, ну, давайте уже рекламу сажу под конец. Кому снаружи рекламы нужна, наклейка машин в Нью-Йорке, в Майами. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...